Россия против Франции. Нет, это не внезапно начавшаяся война, это баскетбольный матч. Но для участниц разница небольшая, ведь сражение обещало быть суровым. Обе команды очень сильны. Спарт-НК молодой, но довольно способный соперник. Правда, у нас в подобных родах соревнованиях больше опыта, поэтому игра должна получиться очень сильная. Один раз наши девушки уже проиграли француженкам. Горечь поражения заставила спортсменок серьезно пересмотреть тактику ведения игры. В основном эта работа была тренерского состава игроков, чтобы сделать выводы, чтобы исключить те ошибки, которые мы совершали во Франции. С моей стороны исключительно поддержка, как обычно. Но я сейчас вижу, что очень большая работа была проведена в этот короткий промежуток времени. И те ошибки, которые были допущены, сейчас мы их минимализировали, скажем так. И эта работа над ошибками всего тренерского штаба, а в особенности главного тренера Александра Васина, заметна в игре. Уже за первые две четверти матча наши спортсменки смогли обогнать соперниц на 17 очков. Вот и лишний повод порадоваться преданным фанатам команды. Как вам сегодняшняя игра? Сегодняшняя игра мне очень нравится. Она очень важна для клуба. И я не ожидал, что Васина сделает такой отрыв, команда так оторвется. Сбор, да! Сбор, да! Как считаете, наши девчонки победят? Победят, конечно. Почему вы в этом уверены? По счету сразу видно. Я надеюсь, не сольют. И не слили. Результатом сражения стала уверенная победа видновчанок со счетом 139-124. Тем самым команда получила пропуск в четверть финал Кубка Европы ФИБА. Теперь девчонкам надо готовиться, а нам верить. Они дойдут до финала. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok